Выглядит он, конечно, не очень круто, не слишком надёжно. Проповедь была круче. Ну, я зашёл, и всё прекратилось сразу же. Время 6 утра, проснулся. Выспался, вроде всё в порядке. Сейчас пойду, выходит из палатки, посмотрю, кто-нибудь встал из наших, ещё нет. Вчера встретил пару русскую из Москвы. Вон они как раз собираются. С утра здесь открываются потрясающие виды на долину. Небольшой туман, облачность, и солнце всходит из-за гор. Очень круто, очень красиво. Долина Кокора называется. Вот моя палатка. Вот такая долина. В общем, мы на конной прогулке. Идём втроём. Иногда переходим в лёгкую рысь. В общем, вот такие виды открываются. Пока идём по огорожке. Вот такой. Сейчас свернём, надеюсь, на какие-нибудь тропы. Дикие. И покажу вам дикую природу Колумбии. Так, лошадка, не торопись. Наклоняемся. Мы оставили лошадок, идём дальше пешком. Вышли к реке, которую уже два раза форсировали. Вот так она выглядит. Сейчас пройдём по лесу, вернёмся к лошадкам и поедем назад. В принципе, у нас экскурсия, говорит, штаб это разно занимает. Вот. Ну, потому что есть экскурсии по 8 часов, по 6 часов. Но у меня нет времени. Я отдал всё мало времени. Я не знаю, что там дальше. Потому что нам гид не искал ничего. Просто сказал, что идите вперёд. Просто идите вперёд, погуляйте, повернётесь. Поедем обратно на лошадях. Очень по-колумбийски. В общем, сейчас дойдём до конца. Посмотрим, если ничего нету, то пойдём обратно. И я поеду дальше по паям. Там ребята вдалеке идут. Короче, они с утра до вечера курят траву. Только мэт этот смешной. Он пока успевает искать бумажки, чтобы косяк свернуть. У него главная проблема, ему не хватает бумаги всё время. У него всё есть. Всегда есть трава, всегда есть силипельчиндала. Но никогда не хватает бумаги. Мы пришли на место, где оставили своих лошадей. И тут никого нету. Вот площадка. А вот никого нету. И сейчас весь этот маршрут, что мы шли на лошадях, мы пойдём пешком обратно. Я не знаю, что это за прикол такой. Может быть, он типа устал нас ждать или что, я не знаю. Но, в общем, мы идём пешком. Приключения продолжаются. Чтобы не пересекать реку вброд, тут есть такой вот мостик. Выглядит он, конечно, не очень круто. Не слишком надёжно. Но очень интересно. Вот так вот мы идём. По таким местам ребята ругаются. Но ничего страшного, это же приключения. Где они ещё попадут в такие приключения? Я-то в такие же попадал. Не, ну это на самом деле прикольно. Подумаешь. Часик погуляем по джунглям одни. Тропа же есть, тропу видно. Ещё солнце высоко. Можем гулять весь день. А вот здесь маленькую речушку мы свернут. И мы высыхаем вброд. Холодная река горная. Здесь такая плита полотная, которая образует небольшой водопад. Здесь мы с лошадьми шли. Во, рыба. Маленькая. И, короче, ноги уже не ели. Сейчас подпушимся. Один минуты пойдём дальше. Калибри летают. Официально нектаром наливаю, чтобы они пили. Ес. Ой. à он. Не забывай. apartment. Будем делать. Калибри летает. Мы идем на лошадки, гуляем по лесу, только что снимали калибре. Сейчас идем дальше вниз. Вот такая дорога. Местами, конечно, очень страшновато, но когда совсем крутой спуск. Здесь еще, в принципе, более-менее нормальный. Но за эти три часа, что я уже верхом на лошади, мне кажется, это как мастер-класс. Катание, управление лошадью. Вот. Сейчас еще пошел дождь. Ну, на самом деле, очень крутая экскурсия. Стоит всего 20 баксов. Почти четыре часа ты гоняешь на лошади, потом приезжаешь на место, фотографируешь калибри. Там еще небольшие снеки включены в эту стоимость наверху. Поднимаешься почти на тысячу метров в высоту. Наше путешествие на лошадях заканчивается хорошим ливнем. Сейчас он уже почти закончился. Я весь мокрый, как курица. Пока я не увидел других людей в пончо, и не нашел у себя за седлом тоже пончо. Я успел промокнуть просто весь. Ну, вы сами, значит, такой тропический ливень. Так что путешествие у нас получилось. У меня мокрое, у ребят-то сухое, а у меня мокрое. Ну ладно, тем интереснее. Провожаем наших французских друзей. Они едут в Боготу, а я еду на юг, в сторону Калии. Мы живем. Спасибо. Спасибо. Вы приятно. Спасибо, что встретились. Да, было бы приятно встретиться. Спасибо за все. Спасибо. Было бы очень хорошо. Просто надежно, это конец вашей путешествии. Хорошо. Хорошо, увидимся, увидимся. Увидимся. Пока. В общем, мои французские друзья остались на бочине. А я еду дальше. Они сейчас поймают другую попутку и поедут в Боготу. Вот они мне подарили такую фенечку. Типа благодарность за то, что я их ездил и ездил. Ну, я как бы сам тоже с ними ездил попутно. Но, тем не менее, нас ждут новые приключения. Вперед! Приехал в городок Папаян, это южнее Калии, еще часа два. В Калии не стал останавливаться, там, в принципе, особо смотреть нечего. Там единственное, что можно делать, это уроки танцев. В Калии считается самый крутой город в Колумбии для обучения танцам. В общем, Папаян такой маленький городок прикольный. Он ездит в белом, выкрашен белым цветом. Вот у меня маленькие улочки. Из этого большой пробки, очень красивые. Ехал до сюда почти 7 часов. Устал, пипец, как раз. Сниму себе самый дорогой отель. С вайфаем, горячей водой и парковкой. И буду там отмокать лежать, как на старше сиденье. Блин, я не успел, слышала слуху, католическое освящение. Протуид была получена. Ну, я зашел, и все прекратилось сразу. Нашел отель самый крутой в городе. Называется отель Сан Херониму. Таксист сказал, что это самый крутой. Ну, из тех, которые я нашел пешком, не знаю, может быть, вы в интернете найдете круче. Но главное, чтобы он был в центре и с парковкой. Вот, и смысл в том, что если вы найдете круче, можете в комментариях сообщить. Стемнело очень быстро. Не успела пока теперь с эти дня. Город. Город офигенно, красивый. Весь подсвечивается, весь белый. Вот сейчас иду. Ищу ресторан какой-нибудь. Хороший. Тут все работает. Еще ничего не закрылось. Так, ну, здесь какой-то ресторан есть, но мне нужен прямо крутейший ресторан. Я хочу сегодня себе праздник построить. Самый крутой отель. Самый крутой ресторан. Шикуем. Не все же спать в палатке и в аэропортах и питаться бургерами. Вот здесь еще одна площадь, парк. Вот такой вот здесь какой-то собор с колоколами, подсветкой. Вообще очень, очень не по-колумбийски. Все достаточно так. Ну, понятно, что Латинская Америка. Как бы сразу узнается Латинская Америка, но совсем не похоже на Колумбию. Город Папаян. Он находится на юге. Кем-то 120 от города Кали. Кали достаточно крупный город, вы его по карте быстро найдете. Я действительно нашел самый дорогой ресторан. Думаю, долларов на 20, на 30, наверное, поем. Вот сейчас оказался, снижалый салат. Вы меня просите, для заказывания этого блюда просто на обом. Потому что мой испанский салат жаловлючный. Вот такое место, в связи от Бесочарня, куплю в вино, едят мясо. Потому что мы принесли первый раз, это был не мой заказ. Это был комплимент. Вот это мой заказ. Это салат. Для начала я заказал. А потом миско с ним будет. Так, попытка номер два. Вот основное блюдо. Это какое-то мясо с каким-то соусом. Ну, это говядина, скорее всего, просто под каким-то соусом. В общем, единственное, за что я не люблю локтиноамериканскую кухню, это за их соус. Вот. Обычный овощной салат без соусов в тысячу раз вкуснее. Этот соус, но представьте, что вы салат овощной заправите сахарным сиропом, с сахарным сиропом с уксусом. Какой-то такой сладкий и кисловатый, кисло-садкий вкус от огурцы, помидоры, тут еще есть авокадо. Ну, прибыль, все. Может, это вам попробовать приготовить. Если вам понравилось, значит, вам надо ехать в Толстанской Америке. с соусом вкуснее будет. Ну, а на этом все. Сегодня я действительно устал. У меня уже накапливается усталость. Завтра буду показывать вам что-то интересное, новое. Сам еще не знаю, чего. Сейчас буду вечером лежать, изучать. Но я думаю, что завтрашний день вам понравится еще больше, чем сегодняшний. Если, конечно, сегодняшний. Давайте, все, пока. Значит, вот самый крутой отель, который я нашел. С окном, телевизором, кроватка, душ, туалет. Все супер. Завтрак и парковка включены. Стоит 70 тысяч песо. Примерно 20 долларов. Там 22. 22, это 20. Сейчас я так отдохну немножко, очень сильно устал.